Город необходимо приводить в порядок. Мы установили правила по благоустройству. Берем самый прогрессивный опыт на территории Российской Федерации, других городов, других субъектов. И, конечно, мы будем это применять. И требования будем ужесточать к использованию каждого муниципального квадратного метра ресурса. Либо это жилых, нежилых, либо земельных. Возврат участков также осуществляется через процедуру изъятия. Как правило, это касается общественных территорий. В данном последний один из примеров это сквер на улице Вавилова. Набережные, гаражи. Будем заниматься Ильинской площадью. Ларьки, палатки, уличная торговля. Большая проблема, на самом деле, для Саратов. Потому что это из 90-х годов в прошлое. Предприниматели не хотят не менять внешний облик. Ну и самое главное, не понимают, что они взяли и захватили, или располагаются на наших тротуарах, пешеходных зонах. И на самом деле на эти варьки уже у горожан нет абсолютно никакого спроса на данные услуги. И чтобы искоренить это, мы ставим для себя это одну из приоритетных задач. Рекламные конструкции демонтируются, потому что мы считаем, что в прошлые годы не стались локации, которые располагаются прямо посередине наших тротуаров и пешеходных зонах. Либо это маленькие панели, либо это капитальные объекты, большие баннеры. Мы делаем инвентаризацию в городе и будем высвобождать и находить решение для того, чтобы собственники или арендаторы понимали, что это несовременно, неправильно, не украшает город. Надо отметить участие в процессах Росимущества. Мы совместно принимаем участие в судебных разбирательствах. И в основном это вопросы истребований из чужого незаконного владения. Приведу несколько примеров. Это земли бывшего авиационного завода, почти 300 гектар по площади Арченикинс, дом 1, заводской район. Это истребование 7 тысяч квадратных метров набережной космонавтов, улицы Лермонтова и Московская, где на сегодняшний день ведутся работы по возведению сквера имени Петра Первого. Это признание отсутствующим права собственности крытый рынок, торговый дом центральный, ООО «Илга» на земельный участок, 10 тысяч квадратных метров, улица Чапаева, дом 59. В настоящее время рассматривается дело об истреблении из чужого незаконного владения ИП «Аксененко», Бичихчан, Житкова, Кадеян, Макеенко, Падеева, земельного участка площадью 3000 квадратных метров и здание площадью 2344 квадратных метров. Вы знаете этот объект, Кирово, дом 1, кинотеатр Победы. Вот если конкретизировать, привести как пример, какие участки были возвращены при неосвалении земельных участков, то это такие, как в Изумрудном, порядка 5 гектаров, которые мы изъяли у Сартехстроя. В Глебовичем овраге порядка 3 гектаров, которые мы изъяли у Ниверсалстроя. На 3-й дачной освобождаются земельные участки из-под лайков. Это Александрия и Элвис. В целях обеспечения жителей микрорайона Иволгина школой, администрации муниципального образования города Саратов, был утвержден проект планировки, по которому был изъят земельный участок у собственника в целях сельхозназначения. В целях реконструкции стадиона «Спартак» и строительства ливневого коллектора также был утвержден проект планировки, по результатам которого был изъят земельный участок и 5 объектов недвижимости. В целях благоустройства пешеходной зоны на площади Кирова был утвержден также проект планировки, и в настоящий момент завершено изъятие 10 объектов недвижимости и 9 земельных участков. Как мы видим, площадь Кирова у нас начала преобразоваться. В целях реконструкции набережной в настоящий момент по проекту планировки также продолжается освобождение земельных участков, которые заняты гаражными боксами. В настоящее время разработан проект планировки, который уже утвержден на площади Ильинской, в целях освобождения его на тротуаре, который занимает лариками. На протяжении последних трех лет администрации района ведется активная работа по выявлению и освобождению муниципальных земельных участков от незаконных объектов, незаконной торговли. И с 2018 года на территории района демонтировано более 120 объектов незаконной торговли. Это павильоны, ларьки, а также более 300 гаражей, хозяйственных построек, ограждений. И в 2020 году завершилась многолетняя работа по высвобождению и возвращению в общее пользование площади перед ДК России. В 2020 году были проведены работы по благоустройству. То есть был установлен светодинамический фонтан, обустроено, как вы видите, освещение, зеленые зоны, лавочки. Но при этом необходимо сказать, что нам есть еще над чем работать. Так как на фоне благоустроенной площади теперь резонансно выглядят вот эти торговые павильоны, которые принадлежат на правах собственности аренды ООО «Александрия» и ООО «Элвис Стильцентр», которые входят в сферу интересов предпринимателя-бизнесмена Рослеченко Александра Ивановича. Проблема в том, что торговые ряды, установленные на земельных участках, которые находятся либо в собственности, либо в долгосрочной аренде. Но вместе с тем и этой земли оказалось бизнесменам недостаточно, и большая часть этих павильонов в настоящее время вышли за пределы отведенных земельных участков. Неоднократные беседы с предпринимателями не привели к успеху, то есть мы предлагали демонтировать данные ларки, но, к сожалению, не были услышаны, и нам вынуждены были впадать в суд. В настоящее время арбитражным судом в Саратовской области рассмотрены 6 судебных исков об устранении препятствий в пользовании земельных участков, и, согласно данных 6 исков, необходимо демонтировать 137 объектов незаконной торговли. Все поданные иски в настоящее время удовлетворены, вступили в законную силу, и в настоящее время решение суда исполняется, и мы эту работу будем продолжать. Как известно, пионером борьбы с ларьками в Саратове был Олег Васильевич Гриченко, и тогда городская власть вела себя довольно последовательно, чего, наверное, сложно сказать о нынешнем времени. В качестве примера только одну историю вспомню. Это прошлый год, когда пытались вернуть ларьки к крытому рынку. Когда началось их строительство, нас мэрия убеждала, что все законно, даже сообщалось у вас на сайте о некой концепции оформления этих павильонок. И вот когда пошло уже народное возмущение, позиция резко поменялась, стали говорить ларьки незаконны. На взгляд, вот такое поведение, оно напоминает некое управленческое лицемерие. Вы не согласны с таким утверждением? Если вы проводите журналистские расследования, то вы внимательно все эти системы сопровождаете. Я бы просил никакие факты не передергивать и юридические нормы. Давайте еще раз вспомним. Ларьки первый раз убрали, когда меняли подземные коммуникации компании Т-Плюс. Земельные участки принадлежали предпринимателям. И нестационарные объекты, они именно так называются, у них было на это право. И только после того, когда встала защитная зона, которую сделал Владимир Мухин по защите объектов культурного наследия, то в рамках этой зоны эти ларьки не имеют права находиться. То есть появилось право истребовать у власти, а предпринимателю исполнить эту норму. Поэтому здесь абсолютно муниципалитет последовательен. И на сегодняшний день этих торговых объектов, которые бетонировали и пытались восстановить после работы Т-Плюс, их там нет. Спасибо. И добавлю, что на сайте была опубликована концепция благоустройств, прилегающих к территории, где не было никаких стационарных торговых объектов, а была дымчина зона футкорта, которая была сборная разбора. Сколько было бюджетных денег потрачено и площадей муниципальной земли для освобождения сквера на Мавилово и в Мирном переулке от Валькова, где сейчас благоустройство ведется? Бюджет муниципального образования города Саратов в данном случае деньги не потерял, потому что мы земельные участки и ларьки не выкупали, а предоставляли взамен и другие земельные участки свободные. А сколько земельных участков было? Сколько? Порядка шести.